Здравствуйте, коллеги! Сегодня я имею честь представить Александра Германовича Павлнова и Галину Леонидовну Юзифович. Александр Германович, эксперт фонда Карниген за международный мир, бывший дипломат, журналист и редактор, и до сих пор публикуется в разных изданиях. Его статьи касаются внешней и внутренней политики России и миропорядка в целом. Галина Леонидовна, ведущий российский литературный критик и обозреватель «Медузы», она публиковала сбор статей «Удивительные приключения рыбы Лоцмана». Это рецензии на книги около ста авторов XX и XXI веков и замечательное введение в современную российскую и мировую литературу. Мы очень рады сегодня приветствовать вас. Теперь я вам передаю слово. Спасибо. Спасибо вам огромное. И спасибо Анне Васильевой за то, что она пригласила нас сюда. А также огромное спасибо всем вам за то, что в это сумрачное время вы пришли для того, чтобы поприсутствовать при нашем с Александром разговоре. Поскольку в нашей сегодняшней беседе я имела наглость взять на себя роль вопрошающей стороны, хочу перед этим немного предварить тему нашей сегодняшней дискуссии. Дело в том, что при том, что наши профессиональные области довольно далеко отстоят друг от друга, Александр – специалист по политике, по политологии, я – специалист по современной литературе, у нас есть некий общий профессиональный анамнез. У нас у обоих классическое образование. Мы оба потратили пять лет своей единственной жизни на изучение древнегреческого, латинского языков и на знакомство с трудами классических авторов. Поэтому мы решили оттолкнуться от этой общей для нас обоих платформы в нашем сегодняшнем разговоре. И, собственно говоря, одна из важных тем, которая остается актуальной со времен античности по сей день, это соотношение литературы и политики. В сущности, все авторы античности были очень тесно связаны с политической жизнью. Как известно, для любого древнего грека, жителя древнегреческого полиса, принадлежность к этому полису была важнее, чем его профессиональная деятельность. То есть ты был в первую очередь афинянин, а во вторую очередь софокл или еврипид. И, наверное, я хотела бы начать наш разговор с вопроса. Как вы думаете, Александр, вообще изменилось ли что-то с тех времен? И можем ли мы представить себе литературу, которая не реагировала бы на политику, литературу свободную от политики, литературу, живущую в каком-то другом измерении? Сама постановка вопроса о том, кто ты, кто ты прежде всего, и кто ты во вторую и в третью очередь, это вообще не только античный вопрос, это и современный вопрос. Давайте вспомним, как эллины, то есть греки, или слово греки латинское, сами греки назначают эллины, как они осознали, что они эллины. Мы помним, что у Гомера этого слова нет. При ней оно встречается наряду с другими обозначениями той группы народов, той группы жителей разных территорий, управляемых разными царями, которые отправились в поход под Трою. В некотором смысле эллинская общая греческая идентичность, скажем так, на заре истории, в бронзовой истории, в истории бронзового века сформирована этим троянским походом. И во всяком случае, с точки зрения эллина классического времени, который жил на несколько, ну, собственно, на примерно 7-8 столетий позже Троянского похода, эта идентичность сформировалась в войне, что, кстати говоря, довольно важно для того, что мы наблюдаем сейчас. Мы столько раз читали, что эта идентичность украинская или какая-то еще формируется вот сейчас в войне с Россией. Это, кстати, интересно, что сам инструмент формирования некоторого общенационального единства в том числе может происходить во время вот таких военных событий. Это важно помнить. О том, что эта повестка, собственно говоря, кто мы в первую очередь, она важна и для того времени, и для современности. Мы помним, что 19-20 век – это эпоха формирования государств-наций. Если вы ездите сейчас по Юго-Восточной Европе, я провел как раз большую часть времени с начала Украинской войны на Юго-Востоке Европы, в Сербии, в Болгарии, частично в Греции, в Австрии. И мы видим, что вот эти национальные монолиты – вот здесь в Болгарии в ней живут болгары, в Сербии в ней живут сербы, в Греции в ней живут греки – это продукт, в общем, 20 века, отчасти 19 в большей степени даже 20 века. До этого они жили вперемешку. И, в общем, идентичность общенациональная была сформирована, ну, собственно, как пишет Бенедикт Андерсон, в момент, когда возникло национальное просвещение, школа на национальном языке, и это все продукты газеты, одни и те же газеты, которые читают грамотные люди. Потому что, конечно, идентичность неграмотного человека в меньшей степени связана с языком, тем более с газетами, с географической картой, которую ему показывают с детства в школе, она связана с другими вещами. Куда, в какую церковь он ходит, где его приход, в какой соседний город он ездит на рынок, ну и так далее. И третий этаж, может быть, сходство, или проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, вот от Трои к 19 веку и к нынешней ситуации, это то, что, конечно, конфликт на востоке Украины – это еще и конфликт идентичности, собственно, украинской национальной, русской и постсоветской, которая делает свой выбор. Когда люди ощущали себя не столько русскими или украинцами, сколько жителями Советского Союза, где необязательно было выбирать, кто ты, кто твой национальный парень, кто твой, не знаю, главный писатель. И когда страна исчезла, люди с этой идентичностью советской не исчезли и пережили эту страну. И сейчас, собственно, их заставляют в каком-то смысле делать этот самый выбор. А вы не можете больше жить с идентичностью страны, которой нет, вы должны стать или украинцами, или русскими, и этот выбор заставляют делать сильным. Тут возникает для меня очень важный и, на самом деле, довольно болезненный вопрос, который состоит в том, что есть известное выражение о том, что история пишется победителем. Мы хорошо знаем, что история Троянской войны написана для нас греками. И хотя, конечно, Энеида Вергилия – это была своего рода попытка реванша, литературного реванша, воображаемый ответ, который троянцы могли бы написать грекам, в литературном пространстве. Но как, вы думаете, как вообще формируются вот эти нарративы? Ведь в определенный момент написанная, обличенная в слова, превращенная в литературу, история, написанная теми самыми победителями, оказывается в некотором смысле заменой истины. Мы смотрим на греко-персидские войны глазами Геродота. Несмотря на то, что Фукидид пытался сохранять некоторую объективность, все равно важно помнить, что Фукидид был из Афин, конечно же. И поэтому его позиция в любом случае относительно Пелопонезской войны была позицией афинской. Как вам кажется, насколько вообще актуальна эта проблематика для сегодняшнего мира, для сегодняшних конфликтов, когда история, конечно же, уже не перевоплощается в литературу напрямую? Понятно, что сейчас… Это, кстати, отмечают очень многие мои собеседники из самых разных кругов. Кстати, мне, наверное, будет интересно узнать, как к этому относитесь вы, наши дорогие слушатели. И очень многие отмечают, что чтение новостей, чтение каких-то быстрых откликов в кризисное время замещает собой литературу. И в связи с этим вообще важный для меня вопрос, что будет с литературой в то время, когда она уже не может подменить собой реальность, когда она не может подменить собой ту правду, которую мы сегодня видим в новостях. В целых три важных темы. Одна из которых, впрочем, идет из первого вопроса, потому что он недоотвечен. Я просто остановился, чтобы не переходить в режим монолога. История, конечно, пишется победителями, но это совсем не так примитивно и просто происходит, как воображают, например, современные, ну, я не знаю, российские идеологи и пропагандисты. Вот мы придумали, что мы... Значит, мы сформировали себе некоего врага, мы этого врага победили, и мы написали историю, а только мы его победили, рассказали об этом всего миру, и весь мир принял эту историю. Неважно, это враг в значительной степени вымышленный, как сейчас происходит с Украиной, или враг абсолютно реальный, как это и действительно страшный враг, как это происходило во время Второй мировой войны, или не очень понятный враг, скорее геополитический, чем идеологический времен Первой мировой войны, или наполеоновское нашествие и так далее. Вот про историю, которая пишется победителем, представьте, что вы греческий мальчик или греческая девочка того полиса, где девочек учили читать литературу. Это было, к сожалению, не везде, но в некоторых полисах учили. Вот вы, естественно, читаете Гомера, «Лиаду и Эдиссею». Опять же, это базовый текст, это скрепа. То есть эллины живут в разных государствах, эти государства могут воевать друг с другом даже, но они все читают Гомера. Это примерно как древнеиндийские государства, средневековые индийские государства, они даже могут говорить на русских языках, но у них общая литературно-религиозная основа. Вот, собственно, литературная основа. И что узнает греческий школьник, греческий ребенок, читая «Лиаду и Эдиссею»? Во-первых, и циклы, трагические циклы, в частности, связанные с троянским мифом, с пимфом троянской войны. Во-первых, он узнает, что у греков ужасный предводитель. Это очень, в общем-то, грубый слой и коварный человек. «Лиада» начинается с того, что он, несмотря на волю богов, не отдает отцу-жрецу его дочь. Потом, когда все-таки приходится отдать, потому что боги этого хотят, он забирает пленницу у главного воина, у Ахилла, забирает Брефииду и Ахилла, понимая, что и все в греческом войске это знают, что без Ахилла не может быть победы. И после этого Ахилл начинает саботировать боевые действия, и действительно для греков начинается череда неудач, заключения и так далее. Во-вторых, что каждый греческий школьник, ребенок знает о Богомемлоне до того, как он, собственно, попадает в эту рамку Ильиады. Он знает, что это человек, который выманил собственную дочь силой, хитростью из ее дома, якобы на свадьбу, и принес ее в жертву. Убил собственную дочь, обманул свою жену Клитеннестру, сообщил своей семье, что его дочь Фигения будет отдана замуж за Ахилла, а на самом деле он просто вытащил ее в военный лагерь и убил на алтаре, потому что боги потребовали вот такой жертвы, чтобы экспедиция к Трои вообще могла состояться. И дальше уже, опять же, за пределами этого цикла, собственно, самой Ильиады, за пределами рамки самой Ильиады, но с другой стороны, уже после окончания Ильиады, мы знаем, что, во-первых, Греки не просто взяли Трою, а ее взяли ночью, хитростью и чудовищно разграбили, убивая в том числе стариков, женщин, детей в храмах богов на алтаре. И за это были наказаны, в частности, тяжелыми возвращениями. Есть целый, опять же, целый веер, целый букет циклов повествовательных, эпических. Они в основном до нас не дошли, но тогда они существовали. Ну, мы знаем просто их сюжеты, но нет текстов у нас соответствующих, только фрагменты. Ну, вот есть Одиссея, собственно, Одиссея – возвращение одного из ключевых греческих вождей. И вот все эти вожди были наказаны так или иначе злоключениями на пути домой за то, что они сделали с Троей. И Агамем, приезжая домой, убит собственной женой, мы помним, что это в каком-то смысле месть за то, что он принес жертву их ребенка, их общую дочь. И это все греки знают о троянском мифе. А что такое троянский миф? Это наши ходили воевать с врагами под Троей. О том, что он видит внутри Илиады. Внутри Илиады он видит, например, шестую песню, где самый лирический момент связан не с эллинами, а с семьей врагов. Вот где Гектор выходит на поле и прощается с Андромахой. Андромаха приносит ему ребенка. Ребенок пугается шлема, хвоста вот этого афонского на шлеме. Гектор снимает шлем, и ребенок улыбается. Не помню, как его, астианакт, по-моему, его зовут. Астианакт. Да, астианакт, да. В общем, это необыкновенный лирический момент, что называется, даже в пересказе, тем более в стихах. Другой мощнейший момент – это когда Приам приходит просить в лагерь Ахилла. Сам царь врагов, сам царь троянцев решается на то, чтобы прийти в лагерь эллинов, греков и смиренно умолять о том, чтобы тело Гектора, которого Ахилл убил. Так что сама лирика этого прощания в общем еще подчеркнута в будущей смерти. Как раз она внутри самой Илиады. Вот он просит это тело, и Ахилл отдает тело Гектора Приам. Но Приам выглядит здесь одновременно невероятно убедительным, смелым и каким-то, ну как это сказать, не то чтобы объемным, это человек, которому читатель сочувствует. Вот, собственно, я помню, когда во время диктатуры Франка, я помню, а, естественно, я изучал диктатуру Франка довольно подробно, когда изучался вопрос, а что можно и что нельзя показывать в кино и в телесериалах, количество запретов было не так велико. Был запрет на голое тело, был запрет на критику католической церкви, и был запрет на персонажей, которые против режима и при этом вызывают сочувствие за их. То есть положительного героя среди чужих быть не должно. Если мы подумаем о том, что сейчас происходит в российском кино и телевидении, это примерно тот же набор запретов. Вот, с чего начинается греческая литература? Вот это скрепа греческой литературы. Мы видим, что греческая литература начинается, с одной стороны, с описания войны своих с чужими, но при этом внутри этих чужих есть невероятно симпатичные, сильные, проникновенные персонажи, которым ты сочувствуешь так же, как своим или больше, чем своим. Это вопрос о том, как победители пишут историю. Да, история Троянской войны написана греками, эллиами. Но как она написана? Совершенно не так, как примитивно представляют себе некоторые российские товарищи. И не только российские, кстати говоря. Тут как раз я хотела бы немножко, даже не то, чтобы возразить, а допомнить, то, что Гомер живет в парадигме благородный противник. Победа над противником, который ничтожен, который отвратителен, который не вызывает уважения, это ничтожная победа, она ничего не стоит. И, соответственно, для Гомера важно показать греков небезупречными, троянцев живыми и симпатичными. Потому что это как раз в античной парадигме подстегивает уважение к греческой победе. Греки молодцы, потому что они победили таких классных троянцев. Очевидно, что сегодня эта мифологема как-то рассосалась, она утратила свою актуальность. Сегодня мы видим, что, по крайней мере, скажем, российская пропаганда и вообще все российские медиа в широком смысле слова, прогосударственные, очень активно пытаются создавать образ недостойного противника. И это, конечно, очень сильно ранит мое сердце, как в первую очередь читателя. Мне кажется, что неспособность российской пропаганды произвести красивый нарратив, это в том числе ее огромная уязвимость. И когда некоторые наши российские пропагандисты от культуры начинают очень горевать о том, что почему же у нас вся культура достойная, продаваемая, привлекательная для читателей и вообще потребителя, вся она антивоенная, в этот момент возникает у меня очень понятный простой ответ, потому что вы не умеете работать с красивыми мифологемами, и вы не умеете создавать литературными, художественными, кинематографическими способами образ, которому ты будешь отчасти сочувствовать и победой, над которым ты сможешь гордиться. Да, и это, безусловно, еще разрыв с русской традицией, потому что русская проза начинается с, ну, все-таки с Пушкина и Лермонтова. Но даже если мы решим, что она начинается со словополку Игоря, который... Катя, которая, скорее, поэзия, наверное. Да, ну, давайте начнем со словополку Игоря. Он не был фактом русского сознания очень долго, потому что, в отличие от эпосов западноевропейских, в силе какого-нибудь его, в общем, забыли и потом вспомнили. Но, тем не менее, и там нет расчеловечивания противника. Абсолютно, да. Наоборот. И, конечно, «Капитанская дочка», где Пугачев должен быть одновременно страшным и все-таки способным на благородство. И, конечно, черкесы и вообще кавказцы в русской, ну, скажем так, романтической прозе. Романтический колониальный прозе. Можно, да. Я знаю, сейчас вот эта романтизация противника в войне рассматривается как часть, ну, не знаю, колониалистского какого-то действительно подхода. Но, тем не менее, тогда, наверное, в том контексте это был все-таки шаг в какую-то вот эту вот сторону Гомера или, я не знаю, Эсхива, если мы вспомним трагедию Персы, где тоже Персы, собственно, кстати говоря, в отличие от Гомера, который не был участником войны, Эсхив был участником войны с Персами, собственно, в трагедии Персы они проигравшие, но они и вообще, честно говоря, поставить трагедию на греческой сцене, где выходят проигравшие и говорят проигравшие, если мы вспомним опять же, что происходит сейчас в российском информационном художественном пространстве, это, конечно, как это называется, деплатформе к украинскому, имеется в виду, украинского голоса не должно быть слышно ни в российской культуре, ни современного, даже исторически это двигается, ни в российском информационном пространстве, ни в настоящем. Есть только вот эти потешные украинцы для битья, которых много лет уже, так же, как и потешных американцев для битья таскают на государственные каналы, на разговорные передачи, чтобы их там потом прилюдно победить. А так настоящего украинского голоса нет. Так вот, собственно, опять же, возвращаясь к истории и к литературе, которая о войне, которая пишется победителями, вот персы из Хилла, человека, который сам воевал, собственно, с персами, он выводит на сцену греческую персов. И в истории выражения персов рассказано их от их имени. От имени персов. Достаточно вспомнить, кстати, керапедию. Простите, Саш, я секунду встряну, прежде чем вы продолжите свою мысль. Я хотела напомнить, что есть же еще керапедия ксенофонта, в которой система воспитания правителей в Древней Персии грекам, афениным, учеником Сократа описывается не просто сочувственно, а как эталон. То есть это идея того, что твой противник достоин того, чтобы у него еще и учиться. Он не просто достоин чего-то, он не просто достоин уважения, он достоин того, чтобы стать отчасти ролевой моделью. И это, мне кажется, тоже то, чего мы совсем не видим в современном российском медиапространстве. Да. Даже если вынести за скобки, что Ксенофон был все-таки поклонник как бы авторитарной модели Альцхилл, в общем, стопроцентный демократ, этого мы не видим, и об этом, собственно, мы с вами сожалеем вместе, потому что именно ролевая модель, именно вот это русский романтизм начала 19 века, и поэтический у Лермонтова, и прозаический у Лермонтова, потом уже реализм, натурализм Толстого, все равно противник там действительно представлен в том числе, среди прочего, образами, которым хочется подражать, образами с массой благородных черт, ты понимаешь его мотивацию, ты понимаешь его эмоции, и, конечно, там нет никакого расчеловечивания ни у Лермонтова, героя нашего времени, в кавказских новеллах, ни в кавказской прозе Толстого, ну и, собственно, дальше мы переходим к главной книге о войне русской, к войне и миру, где свои это свои, а чужие это чужие, но это совершенно не то же самое, что, опять же, в черно-белом пропагандистском пространстве, которые пытаются создать, хотят видеть современные российские менеджеры культуры, правленцы культуры и идеологи, ну и зачастую не только российские, к сожалению, но, я, кстати, говоря, но это мы уйдем далеко в сторону, потому что мы говорим о России, но надо посмотреть, что происходит, например, в американской прозе о ближневосточных войнах, но, судя по кино, там взгляд достаточно объемный, я уж не говорю о Вьетнаме. Вот, вторая тема, которая прозвучала в предыдущем вашем вопросе, это вещь, тоже очень для меня важная и персонально пережитая, это новости важнее литературы. Насколько вообще литература о войне, во время войны уместна? И я, ну вот есть это мем, выражение, фраза о том, когда говорят, пушки, муза, молчат, и до войны я всегда машинально воспринимал ее как то, что, ну, пушки просто громче муз, их слышнее, а выясняется, что у нее есть, вот когда мы сейчас находимся в периоде войны, выясняется, что у этого какой-то другой для меня открылся смысл этого выражения. Музам, в общем, нечего сказать. Вот в чем проблема муз, когда говорят пушки. то есть действительно литература блекнет на фоне новостей. Я меньше читаю и если я пытаюсь открыть что-то художественное о войне, я зачастую не всегда понимаю, зачем мне это сейчас нужно, хотя казалось бы, вот особенно на вроде бы современном русском, что-то более старое иногда да, а что-то современное почему-то нет. И это действительно вопрос. И дальше что значит художественное? Вот есть, допустим, большая русская военная проза, о которой, кстати, тоже можно поговорить отдельно. И вот я, допустим, открываю Астафьева и вижу, ну вот, как его последний этот роман, недописанный в 90-е... «Проклятый и убитый», кстати. «Проклятый и убитый», да. Если кто-то из вас интересуется русской военной прозой, мне кажется, это один из самых потрясающих текстов, очень болезненный, очень страшный и абсолютно антивоенный, конечно. При том, что Виктор Астафьев был писатель-фронтовик, прошедший войну и с очень тяжелым военным опытом. И вот, допустим, он, про которого я знаю, что он, допустим, действительно абсолютно пишет, что хочет, это 90-е, и вообще Астафьев был независим от режима. Но сам тип прозы при этом, вот именно на фоне новостной прозы, на фоне сообщений с реальной войны, мне иногда кажется избыточно, что ли, художественным, избыточно красивым. я буквально из начала романа выписываю фразу, что недвижным туманом окутано было пространство, небо и земля едва угадывались, их смешало и соединилось с тылым мороком. И мне кажется, что это красиво, но слишком сложно на фоне новостей. Ну и неудивительно, ведь, собственно, и этот роман написан десятилетия спустя, почти полвека спустя, ну даже не почти полвека спустя после собственной войны. А, допустим, про Симонова мы знаем, что это человек гораздо, который писал под гораздо более жестким идеологическим контролем. И вещь, вот это «Живые и мертвые» и ворован, который он, наверное, замышлял как «Войну и мир», ну даже по названию, судя, как «Войну и мир» нашего времени, как главную книгу о войне, такую же, как книга Толстого о отечественной войне 12-го года. Он пишет что-то такое об отечественной войне 40-х годов. Но тип прозы, опять же, само начало, я смотрю на него и понимаю, что вот это сейчас я мог бы прочесть. Видимо, потому что этот тип прозы гораздо более дневниковый, какой-то, домостной и, если угодно, медийный, а не литературный, потому что первый день войны застал семью Сенцовых врасплох, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась, как снег на огонь. Очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно. И это ровно то, что мы испытывали с осени 2021 года до 24 февраля 2022 года, где мы видели скопление войск, мы видели эти бесконечные дипломатические ультиматумы, которые невозможно исполнить, мы видели лихорадочную активность политиков, которые созванивались и встречались чуть ли не каждый день, и мы все равно не смогли приготовить себя к этому огромному несчастью, как это опишет Семенов. И вот сам тип прозы этот мне показался более что ли соответствующим моменту, чем вот это высокохудожественное. Вот это удивительно. Я от тебя этого не ожидал, потому что я как раз люблю как бы сложный текст. А тут меньше мус, и оно работает лучше, чем там, где больше мус. Я позволю себя процитировать моего отца, писателя Леонида Юзефовича, писателя-историка, который в свое время сказал фразу, которая мне показалась очень важной и точной. Чем страшнее вещи, о которых ты говоришь, тем тише должен быть твой голос. Мне показалось, что это очень точное замечание, потому что действительно зачастую избыток эмоций, избыток какого-то авторского напора затрудняет восприятие. Но я как раз подумала о том, что же будет с литературой, с нашей сегодняшней литературой, с русской литературой, с украинской литературой, может быть, с англоязычной литературой, потому что все-таки сегодняшняя война – это война, которая затрагивает, если не весь мир, то, по крайней мере, очень значительную его часть. Я, задумавшись об этом, я поняла, что все-таки для того, чтобы художественно отрефлексировать, художественно осмыслить какие-то огромные трагедии, огромного масштаба катастрофы и потрясения, нужно время. Вот Александр упомянул трагедию Эсхила Персы, она была написана, она из поздних трагедий, она была написана через много лет после, собственно, возвращения Эсхила с войны. И я специально проверила, когда писались наиболее значимые книги, говорящие о Первой мировой войне, когда писал Форд Мэгкс Форд, когда писал Хемингуэй, когда писал Римарк. Это конец 20-х, начало 30-х годов, то есть десятилетие требуется литературе для того, чтобы освоить, переварить военный материал. И, конечно, сейчас мы только видим, как засеваются семена, которые взойдут в литературном виде через много лет. Другое дело, что, мне кажется, это вполне очевидно, Эсхил был человеком с военным опытом. Большая часть авторов русской военной прозы, включая Толстого, естественно, и Лермонтова, это были люди с военным опытом. И военный опыт писателя, как мне кажется, меняет его как человека, меняет его как автора. Текст, который пишет человек, прошедший войну, не равен тому тексту, который пишет человек с войной незнакомый или знакомый исключительно посредованно. Более того, мне кажется, что сегодня мы присутствуем при каком-то абсолютно уникальном моменте не только в военной истории, но и в истории культуры. Потому что сегодня в некотором смысле мы все оказались на войне гораздо в большей степени, чем это происходило в прежних войнах. Американская война во Вьетнаме оказывалась доступна американскому телезрителю в количестве два выпуска новостей в сутки и выпуски по радио, новосты и выпуски на радио. Сегодня новостные ленты обновляются ежесекундно. При желании мы можем получать обновления каждые несколько секунд. Мы видим бесконечное видео, которое раньше тоже было недоступно. Я думаю, что все мы знаем, помним, как выглядит кинохроника времен Второй мировой или времен Вьетнамской войны. Это в основном профессионально снятые кадры процентов на 80 постановочные. Сегодня у нас у всех открыто окно в эту войну, и мы все на ней все время присутствуем. То есть удивительным образом, если раньше военные опыты, даже во времена Эсхила, когда воевала вся, если можно назвать это словом, нация, и во времена Толстого, когда практически каждый образованный мужчина в России проходил в той или иной форме военную службу, ну окей, каждый второй. То есть все-таки военный опыт был достоянием немногих. Сегодня мы попадаем в ситуацию, когда мы все, все здесь собравшиеся и все здесь не собравшиеся, оказываемся людьми с военным опытом. И, конечно, меня, как специалиста именно по литературе, по современной литературе, бесконечно волнует вопрос, что же будет дальше с литературой, как она будет производиться людьми с военным опытом, что мы увидим в текстах, даже не тех текстах, которые будут рассказывать о войне напрямую, а вообще в текстах, которые будут писать люди, смотревшие новости 20 часов в сутки и буквально присутствовавшие при всех ужасах и зверствах, которые сейчас творятся в Украине. Для меня это очень больной, важный вопрос. Я думаю, что ответ на него мы узнаем довольно скоро, на самом деле, но от этого он не становится менее важным. И для меня, по крайней мере, очень сложно. Да, это абсолютно верное наблюдение, которое отчасти отвечает или продолжает разговор предыдущие наши предыдущие обсуждения о литературе и новостях. Конечно, чтобы донести происходящее на войне, перенести свою эмоцию, вернее, эмоции участников войны, свидетелей войны, тех, кто видел, был там, переживал все на месте до людей, которые этого не видели и не переживали, нужна была литература. Ну, конечно, была и пресса, но эмоциональный этот опыт переносил через литературу, через литературу, потом он переносился уже через кино. А сейчас он переносится непосредственно прямо от участников событий, в том числе от жертв, но и от нападающей стороны, и от сторонников войны. Мы видим множество видео, мы видим множество комментариев, которые происходят буквально в момент боя, мы видим буквально смерть в прямом эфире, снятую где-то там рядом с жертвами, на стороне жертвы и так далее. это, конечно, такой вызов для культуры, на который ей придется отвечать. И я видел параллельно, естественно, с ужасом и скорбью по поводу происходящего, я видел надежды, связанные с тем, в том числе на украинской стороне, ну, собственно, в украинском пространстве дискуссионном, что вот не только это формирование нации, не только это окончательный выбор в пользу Европы и так далее, но это еще и нечто, что породит расцвет украинской культуры, которая, наконец-то, станет всемирно известной, не менее известной, чем русская культура, потому что есть эта конкуренция, да, всегда украинская культура ощущала себя глобально немного в тени или сильно в тени русской культу. И, с другой стороны, я встречал аналогичные надежды в российском каком-то ультрапатриотическом лагере, которые говорили, что вот, мы вернулись к традициям большой, значит, русской прозы, русской поэзии, столько, ну, это Прилепин любит говорить об этом, что вот они все воевали, и вот они что производили, а мы не богатыри, но вот сейчас ими станем, война поможет нам стать в том числе литературными гигантами, литературными богатырями. Ну вот не знаю, потому что все это происходит совершенно в новой ситуации новостной, когда эмоции передаются напрямую, картины передаются напрямую, комментарии приходят, так сказать, от участников к читателям в режиме реального времени, но, конечно, культура не уйдет, она что-то с этим будет делать, она будет этот материал как-то перерабатывать, но тут, вот тут как раз уместно вспомнить, что действительно боевые действия шли уже в 15-м году, прошло много лет с тех пор, и мы пока или я не знаю произведений соответствующих, или мы их не видим, или они есть, но они не пробились пока к читателю. Я хочу заметить, что, простите, Саша, поскольку тут буквально вы вступили на мою территорию, я хочу сказать, что таких произведений появилось несколько, причем большая часть их с украинской стороны, что совершенно понятно. И, конечно, поскольку боевые действия велись с 2014 года на Донбассе в областях, населенных преимущественно русскоязычными украинцами, большая часть художественных текстов, которые каким-то образом работают с этой проблематикой, они написаны с украинской стороны, но на русском языке. Я просто хотела бы назвать два романа, которые, мне кажется, очень интересными и очень такими взвешенными, я бы сказала. Это, во-первых, роман Владимира Рафеенко, который называется «Долгота дней». Если он вас кого-то заинтересует, он доступен онлайн, вы можете просто это набрать, Владимир Рафеенко, «Долгота дней». Это роман в жанре магического реализма, действие которого происходит в Донбассе и в Донецке, и который, конечно же, откликается на военную ситуацию не напрямую, не банально, не в лоб, но тем не менее. И второй роман, который, мне кажется, еще более интересным, это роман украинского журналиста, корреспондента агентства «Рейтер» Мстислава Чернова. Если вы следите за событиями в Украине, вы видели очень много фотографий Мстислава, например, знаменитые фотографии из разрушенного роддома в Мариуполе, это фотографии, которые сделал он. До начала полномасштабного вторжения он написал роман, который называется «Время сновидений» или «Время сновы», он совсем скоро выйдет на английском языке. И, на мой взгляд, это тоже совершенно выдающийся текст, который, избегая однозначности, избегая какой-то партийности в плохом смысле слова, очень точно, тонко и умно работает с этой историей. И мне было как раз очень интересно и не вполне понятно, почему с российской стороны единственный автор, который работал с этой темой, как с художественным материалом, стал Захар Прилепин. Захар Прилепин человек, я думаю, что многие из вас знают это имя, это человек мягко, скажем, этически, не знаю даже, как сказать, неоднозначный. При этом он, конечно, очень большой, талантливый российский писатель. Для меня, как для критика, большая потеря, то, что писатель такого масштаба оказался по ту сторону человечности, оказался совершенно неприемлемой для меня этической позицией. И тем не менее его рассказы, в том числе о войне в Донбассе, это попытка осмысления этой ситуации с российской стороны, осмысления художественными средствами. Больше об этом у нас не написал никто. В Украине есть еще какое-то количество текстов, просто я, к сожалению, хуже знакома с современной украинской литературой, чем с литературой российской. И то, что рефлексия художественная рефлексия идет, это безусловно так. Другое дело, что в стране, которая чувствует себя в позиции этической правоты, а Украина бесспорно сейчас может чувствовать себя в позиции этической правоты гораздо в большей степени, чем Россия, возможно, в ней эта этическая дилемма разрешается художественными способами эффективнее. Точно так же, как я, например, рискну предположить, грекам было легче и приятнее писать о греко-персидских войнах, потому что они были объектом агрессии. Они на них напали, они победили. И легко и приятно писать художественную прозу, когда ты чувствуешь, что правда на твоей стороне. Поскольку в российском обществе совсем нету какой-либо консолидации, какого-либо ощущения собственной этической правоты, возможно, это как раз и приводит к драматической нехватке рефлексии этих событий с нашей, с российской стороны. Российские писатели не хотят туда смотреть, им неприятно. Это так, безусловно, но вот все-таки немецкая, германская послевоенная проза для Европы это огромная ценность. И больше того, парадоксальным образом, если мы посмотрим, вот Россия, советская тогда еще Россия, Советский Союз, была жертвой самой, наверное, страшной агрессии в истории человечества, понесла самые большие потери в истории человечества. Естественно, несмотря на политический строй и так далее, народ сам по себе находился в позиции моральной правоты, мы, в общем, не можем в этом сомневаться. И, тем не менее, если кто-то в мире сейчас, ну и вообще в послевоенные десятилетия, хочет читать что-то о Второй мировой войне, с очень небольшой вероятностью за пределами России и русскоязычного пространства, мировой читатель, внешний читатель обращается к именно советской литературе о войне. Я, опять же, не знаю мировой книжный рынок в той степени, в которой ты, но я не могу себе представить, вернее, могу себе представить, что огромному числу потенциальных читателей и читателей интересующихся Второй мировой войной как предметом художественного исследования вообще ничего не говорят именно советских писателей, которые писали о войне, не упомянутых Остафьево и Симонова. Мы можем это проверить на слушателях не именно Абакланова, и Красова Виктора. Это все люди, которые, казалось бы, вот есть огромное, несомненно, глобального масштаба события, это мировая война, без преувеличения. Есть некоторая страна, некоторая нация, которая вынесла на себе большую часть тягот этой войны, и, видимо, ей есть что сказать об этой войне. Есть группа писателей, которая прошла через эту войну, более или менее коммунистических, более или менее идеологизированных, но, тем не менее, с непосредственным опытом, тем более, что часть этих писателей была потом удалена из официальных связцев советской литературы, значит, они были не такие уж коммунистические. И, тем не менее, к ним почти во внешнем мире никто не обращается. Это один парадокс. И второй парадокс, если современный русский читатель хочет прочесть что-то про войну, ну, вот, не про конкретно СССР во мировой войне, а вообще вот что-то такое про войну, на тему «Человек и война». И это не только сейчас, после развала СССР, а это, видимо, было и, по крайней мере, я помню, что так было в 80-е, наверное, так было и в Оттепле. Этот читатель идет к переводам из Хемингуэя и Реварка в первую очередь. Современный читатель очень, вероятно, пойдет и прочтет тысячестраничный огромный роман Литтла и очень во вторую или в третью очередь он пойдет читать Симонова. В чем дело? Как это возможно? Это интересный вопрос, но я хочу сказать, что есть одно исключение. Саш, простите, я быстро вставлю. Есть все-таки Василий Гроссман, его «Жизнь и судьба», которую, я думаю, широко знают за пределами советского, постсоветского пространства. Все-таки это книга, которая вошла в мировую культурную парадигму. Извините, я вас перебила. Да, и опять же вспоминая, сравнивая, вот мы говорим моральные правота как стимул для создания шедевров литературных. Вот есть литература, написанная советскими писателями, в том числе прошедшими войнами, с несомненным опытом и страдания вот этим экстремальным опытом, крайним опытом и победой, и, собственно, моральной правотой. И есть немецкая литература, мангес, чуть менее известные писатели. И опять же, если мы думаем, кто более известен внешнему читателю, читателю во внешнем мире, не знаю, мексиканцу, канадцу, австралийцу, индийцу, что читает в Италии, во Франции. Вот кто из этого набора немецкие писатели, пытавшиеся отрефлексировать, проанализировать катастрофу национальную, которая привела к нацизмовой войне, и советские писатели, которые писали с позиции военной катастрофы, внешнего вторжения, но и моральной правоты, и победы, мы опять же с удивлением обнаружены. И это большой повод для разговора о том, как устроено наше восприятие мира через литературу, что, скорее всего, выбор будет в пользу немецких авторов. Удивительно. У меня тоже нет ответов на вопрос, почему это так. Ну, один из ответов – это холодная война. Мы понимаем, что все-таки перед советской культурой, перед проникновением советской культуры, допустим, великий американский книжный рынок и западноевропейский книжный рынок стояли определенные барьеры с конца сороковых до, видимо, перестройки. И это сделало ее менее переводимой, что ли, может быть, менее распространяемой. А немцы, сападные немцы были частью западной культуры, и поэтому у них была фора, было преимущество. Но только ли в этом дело? Или, может быть, дело в том, что эта литература как раз писалась все-таки внутри идеологически структурированного пространства, внутри подцензурного пространства, и это, как ни крути, какой бы сильнее ни была проза Симонова или Бондарева сама по себе, и их собственные военные переживания все равно откладывает отпечаток некоторой неправды. некоторые, что ли, ведь читателю трудно обмануть, читателю трудно наврать. Вот зрителю новостей, как ни странно, наврать легко, а человеку, который ищет художественную правду, как правило, наврать довольно трудно. И мне кажется, что вот этот легкий налет лыжи, который присутствует в самой серьезной военной литературе, основанной в том числе на самом серьезном военном опыте, возможно, отталкивает от нее мирового читателя. И этого налета лжи нет в литературе свободных стран, даже если она создана, написана бывшими гражданами тоталитарных обществ, вроде немцев, переживших нацизм и переживших войну с неправильной стороны истории. И тогда люди идут просто туда, где честнее. И это еще раз к разговору о том, какой тип литературы, к кому придут читать про современную войну. Ну, очевидно, это дело не в том, кто направлен, а кто не направлен стороне истории, кто агрессора, кто жертв. Я думаю, что дело сейчас обернется ровно тем же образом. Кто расскажет честнее о том опыте, первой большой войны 21 века европейской, с которой мы столкнулись. И это не обязательно будет из... То есть здесь как ни странно у жертв может не быть большого преимущества перед злодеями, если это злодей, который честно... Ну, я имею в виду представителей условий страны-агрессора, который честно говорит, автор со страной. Россия, который честно пытается продумать, что произошло со страной, что сделано, что происходит. Вот здесь, мне кажется, вот это важнее, чем на какой ты стороне фронта находишься. фронт 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 фронт